7 апреля Церковь празднует День Благовещения Пресвятой Богородицы, один из 12 главных праздников в православном календаре. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа. По доброй традиции в храмах проводят праздничные богослужения. В этом году прихожане встречают Благовещение в условиях жесткого карантина. Подробности в материале наших корреспондентов. Храм Святой Татьяны организовал праздничное богослужение во дворе. Почти сотни одесситов посетило в этот день службу. Прихожане соблюдали все правила и нормы безопасности. Все люди были в медицинских масках и находились на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Несмотря на непростое время православные верующие не изменяют традиции. Благая весть, которая сегодня ознаменовалась, сегодня большой праздник. И сегодня символично, что мы все ждем хороших вестей от наших докторов, от наших врачей, от правительства, от президента, от руководства области и города, чтобы все это пошло на спад. Я думаю, что каждый обязан внести свою лепту в это сложное время. И для того, чтобы преодолеть эти трудности, люди куда идут? Обращаются к Богу. Люди приходят в храм, молятся дома. У нас люди доброжелательные. У нас люди, которые трудятся. И, вы знаете, у них высокое правосознание. Есть единицы, но в целом соблюдаются те нормы. В Одессе, слава Богу, тысячу раз нет такого массового очага заражения. Дай Бог, чтобы его никогда и не было. Я хочу каждому пожелать самое главное – здоровья. Я хочу, чтобы в ваших домах всегда было здоровье, был мир, спокойствие, благополучие. И чтобы мы пережили это тяжелое время и с достоинством вышли из него. Я пришла, потому что я не могу не прийти. Это образ жизни, это цель всей моей жизни. Поэтому я пришла. Сегодня великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И в это время, тяжелое, сложное время, опасное время, Богородица нас здесь собирает, чтобы мы свои молитвы направили в небеса, для того, чтобы в стране у нас наладилось здоровье, граждан наших. Сегодня большой праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В эти трудные для нас времена все равно проводятся службы. Вот в храме святому ученицы Татьяны проводятся службы на улице. Во время карантина очень важно проводить такие богослужения, потому что это укрепляет духовное чувство, укрепляет народ. И поэтому у нас все будет хорошо. В этот день знаменательный хочу пожелать всем православным христианам здоровья крепкого, духовного, здоровья физического, чтобы укрепляли веру свою. Несмотря на то, что сейчас очень нелегкое время, хотелось бы, чтобы все были крепки в вере, чтобы уповали на Бога, на Богородицу. Напомним, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов инициировал проведение ряда противоэпидемических мероприятий. На базе вузов начинает свою работу Центр по борьбе с эпидемией коронавируса, а учебные аудитории Одесского мединститута МГУ переоборудовали в палаты интенсивной терапии и изолятор. Под надежной защитой и священнослужители храма святой Татьяны. Наш храм, который расположен при Академии, при Юридической Национальной Академии, конечно же, пользуется своего рода особой заботой, так можно сказать Сергею Васильевичу. Вот, например, антисептики, которые предоставлены. Кроме того, помощь тем людям, которые являются престарелыми прихожанами, они обращаются, и мы передаем просьбы Сергею Васильевичу, он также оказывает, конечно же, поддержку. Ну и самое главное, это, конечно же, его забота о всех нас, потому что его инициативы, которые он проявил, выдвигает по организации противоэтипидемических мер, это, конечно же, свидетельствует о том, что не просто человек построил церковь и все, а это все в целости своей свидетельствует о том, что это человек, который заботится о народах и об Одессите. Мы принимаем экстренные меры для того, чтобы оказать помощь людям. А какую мы можем помощь оказать? Ну, вот аудитории, где читались лекции, сегодня мы переоборудуем их в палаты интенсивной терапии. Дай Бог, чтобы эти палаты не понадобились. А если возникнет серьезная проблема, то придется нам переделывать практически все аудитории, сделать из учебного корпуса, где занимаются медики, просто реальные палаты для того, чтобы граждан лечить. В этом году праздник Благовещения пришелся на шестую неделю Великого Поста. Следующий значимый праздник в церковном календаре – вербное воскресенье – православные верующие отметят уже на этих выходных. Продолжение следует...